25 сентября в Назране пройдет фестиваль культуры и спорта народов Кавказа. В нем будут участвовать лучшие спортсмены со всего СКФО. В Ингушетии состоялся региональный отбор футбольной команды, которая будет представлять республику на северокавказских состязаниях. За ходом отбора следила моя коллега Индира Манкиева. На этом стадионе мерятся силами и мастерством футбольные команды изо всех городов и районов республики. Игра получилась интересной, ведь у каждой команды есть и опыт, и достижения. И ни один игрок на поле не собирался уступать соперникам заветную возможность выступить на Кавказских играх. Члены жюри, которые должны отобрать команду на фестиваль Назране, признаются, что выбор дается им с трудом. В стадионе этих футболистов просто нет слабого звена. Команды здесь все сильные команды. Каждая команда выделяющая команда, каждая команда предстает надежду на победу. Очень сильные команды собрались. Например, команде из Назрановского района уже два года. За это время ее игроки уже не разу выступали на региональных и северокавказских чемпионатах. Вот и сегодня эти ребята всерьез настроены на победу. У нас мы через сетку пробились. Нам повезло очень даже. Тут очень хорошие команды. Можно сказать, почти профессионалы своего дела. Ну, настрои, как я вам скажу, у нас необычные. Мы хотим победить, как и все. Ну, и, наверное, надеемся, как минимум финал. А больше, как максимум, мы хотим выиграть финал. Футбольная команда «Магаса» тоже ничем не уступает соперникам. Естественно, позитивно, только на выигрыш. Турнир проходит по олимпийской системе. Два матча по 15 минут. А после того, как будет определена команда-победитель, ее дополнительно усилят несколькими сильными игроками из других районов. И к 25 сентября, когда в Назране состоится открытие фестиваля культуры и спорта народов Кавказа, ингурские спортсмены будут готовы поспорить за победу с любой командой СКФО. Индира Манкиева, Рамзан Мержоев. Новости 24. Если на Магасском поле сошлись футбольные сборные населенных пунктов, то в Назране на стадионе МЧС состоялся межведомственный футбольный турнир. В нем участвовали 8 команд, в которые вошли сотрудники различных министерств и учреждений республики. Сменив строгую форму на спортивную, государственные служащие вышли на поле с мыслями «Главное не победа, а участие организаторов турнира – Комитет по делам молодежи». Госслужащие нашей республики, на них большая нагрузка, и они редко, когда им удается показать такой командный дух, сплоченность, и просто провести приятное времяпрепровождение. Данное мероприятие проводится, как я уже сказал, ежегодно, и оно проводится в рамках большого цикла спортивных турниров по мини-футболу. Мы проводим мини-футбольные мероприятия «Кожаный мяч». Это серия турниров среди детей, среди дворовых команд, среди студенческих команд. Мы представляем Комитет промышленности, транспорта, связи, энергетики республики Ингушетия. В нашей команде 7 человек. По поводу данного мероприятия могу сказать, что мы в производственных целях, часто на работе, часто взаимодействуем с представителями других министерств и ведомств. И такие мероприятия помогают нам воочию познакомиться друг с другом, в такой неформальной обстановке друг друга увидеть и повзаимодействовать. Мы представляем министерство внутренних дел по республике Ингушетия. Наша команда, как вы видите, достаточно возрастная. В футбольном плане, имеющий достаточный опыт работы, участвовал в многочисленных соревнованиях, как местного, так и общероссийского масштаба, занимали призовые места.